Друзья, привет! Мы в Филадельфии. Если перевести название этого города, то буквально оно означает город братской любви. Филия – это любовь, Адельфос – это брат. Вот, и это не название роллов, но на самом деле он копирует древнее название города Филадельфии, которое было в Иордании, столице Иордании, когда-то назывался не Оман, а Филадельфия. Вот, и не просто так этот город назван так, городом братской любви, потому что можно сказать, что это центр американского масонства. За моей спиной масонский храм, его можно посетить, и мы попробуем его посетить. Ну что, идем посмотрим. Шахматный пол – типичный символ масонского храма. Ну, попасть в масонский храм не так сложно, как кажется. Экскурсия – 15 долларов. Если вы масон – 10 долларов. Ну, я заплатил 15. В холле стоит 4 скульптуры – надежда, вера, красота и мудрость. В храме 13 залов. Каждый зал выполнен в каком-то индивидуальном стиле. Очень все тонко, продумано. Прямо деталей много. Вот. Есть музей небольшой и сувенирная лавка. Так, из чего стоит масонский зал? Зал, точнее, из чего стоит зал масонского храма? Обычно посередине стоит лотарь. Дальше, в восточной стороне, есть место для мастера. Дальше два стола. Один из них – стол с секретарем, другой – казначеем. Дальше есть еще специальные столы. Вот, напротив. Это старший надзиратель, это младший надзиратель. Что он означает, я не знаю. Я бы вам рассказал, но не знаю. Во всех залах стоит орган. Масоны на своих собраниях поют. Во всех залах есть такой, так называемый, совершенно оточенный камень. Это как символ проделанной работы. То есть из грубого камня человек превращается в такой совершенный, оточенный камень, готовый для закладки. Ну, слово масон означает каменчик. Ну, и масонская работа, в принципе, стоит в том, чтобы становиться лучше, совершенствоваться. Сбоку от каждого зала есть небольшая комната. Это называется комната приготовления. Комната, через которую проходит каждый масон. То есть он заходит оттуда, с другой двери, здесь ожидает. Потом как-то там стучат они. И дальше его впускают в основном в зал. Точнее, не впускают, а водят с завязанными глазами. Проводят к алтарю. Ну, и дальше совершается какая-то церемония, приемы масоны. Как точно она существует, я не знаю. Можно толстого почитать. Война и мир там описывается немножко. После собрания ложи, братья собираются на так называемые Агапы. Вечер любви. То есть такое общение с едой. В общем-то, и вот это комната, где они проходят. Вот здесь витражи с президентами США в масонских облачениях. Вот. И смотрите, какая статуя Джорджи Вашингтон. Видите, масоны очень специфически одеваются. Они одевают такой фартук. Или запад, это называется. Вот. В руке молоток такой. Реально не понимаю, что это такое. Я вот сколько не изучал масонство, так и не понял. Вот. А пробовать не хочется. Ну, не понял, в чем прикол. Почему такие влиятельные и важные люди были масонами? Зачем им это нужно было? Что он дает сейчас? То есть сейчас как будто бы это просто клуб преимущественно пожилых людей, которые вот разыгрывают разные церемонии. Какие-то обряды совершают. И считается, что через эти обряды человек улучшается, становится лучшим человеком. Вот. Но пока реально не понять. Надо сказать, что, кстати, в России масоны плюс-минус открытые. И ко мне даже в гости приходили масоны. Скажу по секрету, даже один из масонов был монахом православным. Вот. И... Ну, никуда меня не звали, что. Просто приходили и вполне хорошие, добрые люди. Вот. Ну, я реально не понимаю, зачем. Не понимаю, в чем прикол. Притом я, ну, позаморачивался, поизучал. Ну, кстати говоря, в идею с масонским заговором я тоже не верю. Вот есть такое мнение, что масоны миром управляют. Что-то в этом слава верится мне. Вот. Есть небольшой музей здесь. Есть небольшой музей здесь. Это оригинальный запад Джорджа Вашингтона. Небольшой отдел музея посвящен антимасонской пропаганде. И сувенирный магазин. Интересный сувенирный магазин. Все, что может продаться сегодня на магазине с этими масонскими новоугольниками и прочее. Пару слов можно еще сказать про масонство. Кто это такие? Насколько я помню, вот опять-таки не заглядывали в Википедию, вот так вот по памяти. По-моему, они появились в Англии в 16 веке. А само слово масон означает каменщик. И вот само вот как бы движение масонства, оно правильно его все-таки называть не масон, а фримейсинг. Ну вот по-русски, вольный каменщик. Вот правильно, по-русски вольный каменщик. А по-французски иногда говорят франк-масон. Вот, ну на слово масон используется. А чем они занимаются, кто это такие? Вот иногда пугают, что это просто какие-то люди, которые управляют вселенной. Вот я, честно говоря, не очень в это верю, потому что мне кажется, вселенная намного сложнее. Хотя действительно, многие власти, придержащие, ну многие из тех, кто был руководителем страны, в США в частности, они состояли в каких-то масонских ложах. По идее подразумевается, что они верят в Бога. А вот сама эта буква G означает гад, насколько я понимаю. И Бога они мыслят как архитектора вселенной. Вот мы как бы тоже немножко архитекторы, в таком, в широком смысле, как творцы. А Бог, он, ну, великий архитектор. Но для чего они собираются и зачем это нужно, я реально не понимаю. Вообще реально не понимаю. Вот я сколько мог изучил, все лекции Мацеха прослушал. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что он сам знает. И что-то читал, в англоязычном ютюбе смотрел описание их ритуалов. Потому что подразумевается, что вот совершая эти ритуалы, человек, ну, он как бы становится лучше. Вот он из этого просто дикого камня становится камнем вот как надо, который может стать в основании, там, какого-то строительства. Ну, так вот. Но что это значит? Что значит лучше? И что это? Неужели эти ритуалы, они помогают? Тем более, ты понимаешь, что они просто придуманные ритуалы. Сохранение тайн или состояние в этом сообществе, братстве, оно помогает? Я не знаю. Вот. Если вы масон, расскажите мне. Я с большим удовольствием послушаю. Как я и говорил ко мне, ну, приходили масоны, вот. Но, опять-таки, так я толком не понял, все равно для чего быть масоном. Вот. Так что, такие дела. Но мы едем в еще одно интересное место. Раз уж мы в Пенсильвании, здесь есть действительно очень интересное место, которое нужно посетить обязательно. Это, угадайте, что? Это Амиши. Мы едем к Амиши. Ой, сейчас расскажу вам про Амиши, кто это такие и зачем они есть. Так, ну, при чем я это сделаю, я вот, видите, вляпался во что-то. Мы в Пенсильвании, город Ланкастер. И известен он тем, что здесь живут Амиши. Причем они не живут как-то обособленно. Вот есть дом обычного человека, он здесь называется English, англичанин. И есть дом Амиши. Ну, в смысле, называется, Амиш так называют. Это очень необычные такие люди, которые, кажется, что они застряли в каком-то 18 веке или типа того. Но, на самом деле, они не застряли в 18 веке. Они стараются жить как в миру, но не от мира. Вот есть такая стихия в Писании, что мы живем в миру, но мы не от мира. И вот не то, чтобы как бы нарочито быть не от мира всего, вот как это бывает, но они стараются жить обособленно от всего остального общества. Поэтому они используют электричество, поэтому они не ездят на автомобилях, потому что их нужно заправлять бензином, потому что, ну, это, в общем, это если ты привыкнешь ездить на автомобиле, все, потом тебе не переучиться. Соответственно, они стараются использовать то, что их не связывает со всем остальным миром. То есть, если вот сейчас будет вселенская катастрофа, отключат электричество, перестанет добываться нефть и все остальное, на Амише это сильно не скажется. Во многом, конечно, их бизнес сейчас построен, ну, на этом тоже, но, в принципе, вот их фермы, они будут работать, и сами они, в общем, сильно на себе не ощутят отсутствие Нетфликса. Вот. Так что так. Откуда они появились? Ну, прежде всего, нужно помнить, что в 16 веке были такие люди, которые назывались анабаптисты или перекрещенцы, или они считали, что нужно быть крещеным в возрастном возрасте. И сегодня тоже Амише, они крестятся самые ранние в 16 лет. Вот. Ну, вот были анабаптисты. Потом, в 16 веке, был такой Мена Симмонс, который организовал целое движение. Это движение стало называться его именем Менониты. И сегодня здесь тоже вот и Менониты, и Амише. Но Менониты, они чуть более прогрессивные. Они ездят на машинах, они пользуются электричеством. Вот. Но из Менонитов потом уже вышли и Амише тоже. Вот. Но они появились, на самом деле, Амише появились чуть позже. Сегодня они выглядят более, как бы, такими древними, аутентичными. Но, на самом деле, исторически они появились позже. Они появились в 17 веке благодаря Якову Аману. И от него они получили имя Амише. Вот. И появились тоже они в Швейцарии. Затем переехали сюда, в США. И вот здесь обосновали такие колонии. Надо сказать, что сегодня на европейском мультивените нет ни одного Амиша. Все они живут здесь либо в США, либо в Латинской Америке, либо в Канаде. Вот. Ну, а мы находимся в таком музее, который находится в бывшем доме Амишей. И рассказывают, как устроен их быт. В общем-то, живут они просто. Живут они без электричества. Они используют газ для того, чтобы горела лампа, для того, чтобы работала стиральная машина. И даже у них есть холодильник, но он тоже работает на газу. У них нет церквей. Богослужения проходят у кого-нибудь дома. Есть специальная такая, как бы, гостиная, в которой все собираются, на лавочках рассаживаются. Вот. И там проходит богослужение. Говорят, что они очень долгие, по три часа. Они читают Библию, проходят разбор Библии, проповедь, молятся, поют. В общем, наверное, как на обычном богослужении. Трудно сказать, потому что... Трудно попасть на это богослужение. Вообще, надо сказать, что Амишами не становятся. Амишами рождаются. Есть легенда о том, что Амиши, после достижения какого-то возраста, они могут выбрать, оставаться Амишами или нет. И якобы они в этот период просто какое-то распутство пускаются, чуть ли не в Лас-Вегас едут, там, знаете, по простудкам ходят. Ничего такого нету. В смысле, они имеют этот период, чтобы принять решение, но они совершенно не ведут себя так распутно. Но если они приняли и решили остаться в общине, остаться Амишами, то чаще всего это решение на всю жизнь. Так что так. Кстати говоря, популяция Амишей растет. Их становится все больше и больше. И растет естественным способом. В том смысле, что просто они рожаются. Но известная отличительная черта Амиши, это вот эти баги, которые привязываются к лошадями, на которых они ездят. Ой! Так, что закрыто? Что здесь закрыто? Я здесь был летом, здесь можно было сидеть в этих баги. А вот там открыто. Да. В общем, в баги есть аккумулятор. Он нужен для того, чтобы показывать поворотники. И для того, чтобы горели какие-то приборы, лампы. Вот. Да, но в баги есть одна педаль. Я думаю, это тормоз, вряд ли это газ. Газ вот так дается. Вообще, конечно, в баги удобнее ехать, чем верхом. Это не единственный, кстати говоря, транспорт Амишей. Они еще пользуются самокатами. Интересно, у них есть отличительная черта. Это одежда, в которой они одеваются. Они всегда монотонные очень. И они всегда выражают некий социальный статус. Например, девушка, надевая передник в церковь, она надевает белый, если она не замужем. Надевает черный, если она уже замужем. Мужчина, например, если он не женат, он бреется. Если он женат, он начинает отращивать бороду. Причем он сбривает усы. Он без усов, но с бородой. Если мужчина с бородой, значит он женат. Если женщина пришла в церковь, у нее фартук черный, а не белый, значит она замужем. То есть, все очень просто. Вот. Этот мост называется поцелуев мост, потому что молодые амишеские пары в нем прячутся, чтобы целоваться. А вообще мосты делают с крышей для того, чтобы они дольше прослужили. Потому что на самом деле мост строить сложнее, чем строить крышу над ним. Поэтому вот такие типичные мосты здесь строят амиши. Да, еще про одежду. Они всегда, амиши носят всегда головной убор. Мужчина шляпу. Женщина такой молитвенный чепчик. Вот. И знаете, у него такой символизм, как будто бы, как у евреев. Что вот как бы бог над нами, его рука над нами. Вот, в принципе, и головной убор об этом тоже говорит. Кузница. Да, типичное орудие труда. Все работает вот так. Хотя некоторые амиши для фермы, они используют трактора, насколько я знаю. Вот. Кстати говоря, кто решает и как это решается? Тоже очень интересно, потому что здесь есть служители. Министерс называются они. Они носят специальную такую темную одежду. Они выделяются. Вот. И, в принципе, на каждый округ церковный есть два служителя. И эти два служителя, они определяют то, как, что может делать, ну, в общем, вот этот округ, вот эта община. Может ли она пользоваться трактором или не может. Могут ли они ездить на велосипедах или не могут. Потому что некоторые ездят только на самокатах. Вот здесь я смотрю только на самокатах. Но бывает амиши, которые ездят на велосипедах. Вот. Это тоже странно. По какому принципу они решают? Я думаю, главным образом по тому, чтобы это не связывало с внешним миром. То есть они вот воспринимают, есть мы, есть остальной внешний мир. Несколько слов об образовании амишей. Вот мы сейчас находимся в типичной школе. Обычно она состоит из одного кабинета и рассчитана сразу на 8 классов. Здесь занимаются самые младшие. Потом старший класс, еще старший класс, еще старший класс, еще старший класс, еще старший класс. И последний класс. То есть получается всего 8 классов. И каждый класс, он как бы сидит в том же самом кабинете. И учитель, он, а точнее она, обычно это девушка, которая еще не замужем, но которая уже имеет полное, ну как бы амишское среднее образование. Она выдает задания. Младше, постарше, постарше, постарше. И вот так вот ходит от ряда к ряду и дает эти задания. Чаще всего выбирают учительницу, которая хорошо сама училась и которая является хорошим христианским примером для молодых людей. Это, мне кажется, прикольно. Так что все очень просто. Ну и причем эта школа, она поддерживается общиной. Это не государственная школа, понятное дело. Она поддерживается исключительно общиной. И очень забавная, ну или не забавная, а очень классная надпись на выходе. Выход служить. Exit the surf. Вот, мы тоже после школы идем в большой мир, чтобы состояться, чтобы чего-то достичь. А Амиш выходит в большой мир, чтобы служить Богу. Мне кажется, у нас тоже так должно быть. Идем, чтобы служить. Это мы Нью-Йорк проезжаем. В этот раз только проездом. Но в Нью-Йорке я был очень много раз. И почему-то в последнее время мне он очень сильно перестал нравиться. Продолжение следует... Продолжение следует...